Когда я был маленький, вот практически, вот огусенький, мне читал сказку папа. Нет, я не хотел сказать сказку, он мне читал много сказок. Он мне читал городок в табакерке, он мне читал приключения Чиполлино, приключения Буратино, он даже читал мне сказки Аркадия Гайдара, будете смеяться. Но, тем не менее, сказки я полюбил и потом, в дальнейшем, читал их своему сыну. Еще были сказки японские, это были настолько страшные сказки, но которые я любила больше всего. Мы, акулу-каракулу, кулаком, кулаком. Мы, акулу-каракулу, кулаком. Да что ж ты будешь делать? Еще раз, это гребанная скороговорка. Так, все, ты меня заразила, ты знаешь, что сейчас я начну тоже. Все будет хорошо. Делаем еще, можем? Ну, наверное, мне сказки не читали, а их рассказывали. Рассказывал дедушка, рассказывала бабушка. Но бабушка рано очень ушла, поэтому оставались дедушка, мама, папа рассказывал не сказки, а истории. Иногда это были истории из жизни. И во все быть лучшим. И вовсе быть лучшим не важнее всего. И вовсе быть лучшим не важнее всего. И вовсе быть лучшим не важнее всего. Закончила, бегает мистер. Начинаем отсюда? Нет, нет, нет. Начинаем. Сюда, да? Просторный водоем. Мы с братом. Первое, вот, наверное, все-таки голос любимого человека, который, когда ты засыпаешь, читает тебе книжку. И нас очень интересно бабушка приучала читать. И бабушка читала, и на самом интересном месте она говорила, ой, у меня пирожки твои любимые горят. И бабушка выбегала в кухню. И ты лежишь, ждешь, ждешь, ждешь. Ну, когда же бабушка вынет пирожки? Ждешь, ждешь. И вот мы хватали книжку, потому что было очень интересно, что там дальше. Когда бабушка приходила, это я уже дочитала, бабуленька, давай дальше. Из киносказок, может быть, это «Королевство кривых зеркал». Я хочу признаться, что я эту сказку смотрел несметное количество раз. Я даже написал в Москву, значит, ну, это такое письмо на деревню дедушки, конечно, но я написал, будучи мальчиком в Москву, письмо, значит, вот этим вот Оле и Ело. Это были, как сейчас я помню, это были две сестрички-близняшки. Их была фамилия Юкины, я даже это запомнил. И вот я им написал, здравствуйте, дорогие сестры, Юкины, я такой-то, вот все, я очень люблю вашу сказку, давайте дружить. Вот так. Во всемирные знана. Мне радость не в радость, знаете ли. Вот хоть трынь трава расти вообще. Хоть, да. Пирог королевы, часть четвертая. Заключительная. Заключительная. И самое главное, что происходит, человек начинает искать, каким образом донести смысл до своего собеседника. В противном случае мы не умеем говорить, мы не умеем вести диалог, мы ведем монологи, каждый параллельно, не слыша друг друга. А вот чтение слуха позволяет научиться этому великому искусству. Субтитры сделал DimaTorzok